7 июня мы заехали. 120 человек, большая смена. И будем выезжать 15 июня. Детский лагерь «Гренада» – место сбора будущих айтишников, физиков и математиков. Несмотря на юный возраст, десятиклассник Всеволод уже несколько лет занимается внедрением IT-технологий в работу трансформаторных подстанций. И санаторий «Гренада» для него стал уже родным. Третий год подряд он приезжает сюда отдыхать и работать над своим проектом. Да, конечно, изменения есть. Организация повысилась. Новые конкурсы, новые мероприятия, новые преподаватели, что очень важно. Каждую смену практически появляется новый преподаватель и появляется свежий взгляд на работу. Помимо обновленного преподавательского состава на базе «Гренады» уделили особое внимание и досуговым мероприятиям. «Ну, так как у нас год интересный в этом году, посвящен столетию Калашникова и 90-летию Шукшинавы, ребята этим занимаются, смотрят фильмы. И, конечно, у них время провождения очень интересное. Буквально сегодня они мне рассказывали, что смотрели фильм, они сражались в разорудину, где снимался Шукшин. Для меня это удивление, что дети некоторые не видели». Чтобы сделать летний отдых максимально доступным и безопасным, в этом году было выделено почти 800 миллионов рублей, из них 570 из краевого и муниципального бюджетов. Накануне комиссия проверила готовность к сезону не только лагеря «Гренада», но и «Березка». Оба расположены в Первомайском районе. «В целом приемка проходит в штатном режиме. Возникают какие-то нюансы, они тут же разрешаются. И мы сегодня можем гарантировать стопроцентную безопасность с точки зрения всех требований, которые предъявляются к оздоровительным лагерям в Алтайском крае. Стопроцентную безопасность для детей, которые приедут в лагеря Алтая». Кстати, большая часть загородных мест отдыха начнет свою работу до конца этой недели, до 15 июня. Всего летом в лагерях, в том числе и дневных, отдохнут около 60 тысяч школьников.